Я очень так рад быть вместе с вами. И я так вспоминаю еще, когда Владимир Денисович был ответственным. И мне так свободно среди вас. Мне знаете, как хорошо, когда взрослые, когда Моисеи передают служение Иисусу Навинам в свое время. Правда же? Ну вот, я так посмотрел, вот Эдик, за Эдика помолились. Но это, в этой церкви у вашей есть будущее. Слава Иисусу Христу. И я помню еще, было хлебопреломление, не помню сколько лет назад. И тут Майк, мы с Майклом стояли, я ему тогда еще пророчил, сказал, ты будешь пастором этой церкви. Вот ты, Иеройн, не помнишь, да, Майк? Он не помнит. Поэтому ты самим собой мне должен. Как апостол Павел говорит, хорошо. Я старец. Хочу так сказать, что вот в четверг прилетел, и такая дорога, я вот хоть два дня сплю без сирен. И это мы, я из Запорожья приехал на Луцк, там был обстрел в Кривине, ветку переложили на шесть часов поезд, опоздал, потому что, ну, по другому пути пустили. И так непростая дорога, но Господь подкреплял, даже когда приехали, братья меня привезли в Польшу на аэродром, на аэродром, и отдал паспорт свой. И там поляк выбивал, у меня эконом-класс, он посмотрел, что украинский паспорт, и выбил мне бизнес-класс. И я летел в бизнес-классе. Я говорю, Господи, даже и здесь ты заботись, накормили меня там, слава Иисусу Христу. И, знаете, не просто так сейчас, я скажу, я несу пасторское служение в городе Запорожье, также ответственный у нас так в братстве глава департаменту социального служения. Ну, так называемые все, глава есть департаменту семейного служения и так далее. Я социального служения, так Бог дал милость служить в социальном служении, и сейчас вся Украина в социальном служении, вся Украина. И, я скажу так, у нас в церкви дома молитвы в Токмаке, в Мелитополе, в Бердянске, в Геническе их позабирали, сейчас там сделали штабы в этих домах молитвах. Там в колонии, где я служил, ну, братья ездили, служили каждую неделю, в Бердянская колония, сейчас там сделали кативлю, сейчас там людей пытают. И у меня, мой друг там был в этой колонии, его тоже забирали туда, пытали, он говорит, там просто невозможно, там такие крики, но стоят, там такие, но с утра до вечера пытки идут. Это просто, вы знаете, это просто невыносимо. Это, знаете, как Иован говорил, я раньше слышал о тебе, а теперь глаза видят тебя. Вот есть, когда мы слышим новости, а есть, когда в этом живем. Это совсем другое. Вы знаете, я скажу так, у нас начали, когда сирены, когда обстрелы С-3 прилетали, у нас дети начали писаться. У нас вывозят детей. Очень больно. У нас от сирен, вот от этих, у нас женщина с ума сошла. В дурдоме сейчас. Не просто все это переживать. Буквально вчера, я смотрю, мне звонит, жена говорит, в наш район прилетело, два человека погибло. Вот такие вот, такие истории, знаете, тяжелые очень. Но помимо всего этого, Господь, Он остается вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменился. Его рука не сократилась, чтобы спасать. И ухо не тяжелело, чтобы слышать. Бог сегодня спасает. Мы трудимся там в этих прифронтовых городах Орехов, Гуляйполе, Новоданиловка, Села, Степногорск. Там нету ни одного, там все хаты, все побиты. Там не уцелело ни один дом. И там люди живут еще. Там люди живут. Мы приезжаем, гуманитарную помощь привозим, проповедуем Евангелие. И через неделю, когда приезжаем, уже нам говорят, что многих нету в живых, которые стояли здесь, слышали Божье Слово. Попали под обстрел. И мы призываем людей, забираем. Я благодарен вашему собранию, вашей церкви, что вы помогали. Славу я вам не дам. Слава принадлежит вся Иисусу Христу. Но я вас сердечно благодарю. Благодарю за участие, за соработничество в деле Божьем. Мы построили не так давно, год назад построили дом милосердия под Запорожьем. У нас два дома таких. Сейчас там полный дом переселенцев. Два дома этих. Мы сейчас провели там детские лагеря. Вообще красная зона Запорожья. 60% в области оккупировано. Мы провели там детские лагеря. И дети вот хоть немного получили разрядку. Мы так сделали, чтобы 50% детей были церковные. И 50% переселенцев. И вот они такие родители, вот как писали отзывы об этом лагере, который мы провели. Они просто в восторге, что в такое тяжелое время в нашей области прошел этот молодежный лагерь подростковый. Слава Иисусу Христу, это благодаря тоже вашему участию. И этот дом по назначению служит. У нас сейчас люди готовятся к водному крещению. Там с Орехова мы забрали людей. Мы призываем, чтобы люди выезжали. Мы даже вот не понимаем, почему люди не выезжают с этих обстрелов. Знаете, ну когда я приехал в Польшу, мне говорят поляки, братья. Говорят, что вы там сидите в Украине? Чего вы не выезжаете? То я понял тех людей с Орехова. Почему они не выезжают? Потому что Бог не позволяет. Потому что Бог так предопределил нас там быть. Конечно, много церквей помелело. Но сейчас церкви растут за счет гуманитарной помощи. В каждой церкви идет раздача наборов. Но звучит Божье слово. Такого никогда не было. Чтобы полные церкви были и по два потока пускают людей. И люди прилагаются через эту боль, через эти страдания. Я сам, наша семья тоже пережила не на понаслышке это все. У нас у жены родной брат погиб. 34 года пацану. И это очень больно, когда родители, они хоронят своих детей. Есть, когда хоронят те, которые защищают страну. А есть, когда хоронят детей, которые попали под обстрелы. У нас, когда коридор был открыт, из Мариуполя вывозили людей. И мы принимали этих людей. Вы бы просто видели эти глаза. Видели бы это состояние людей. Они вообще не разговаривали. То, что они пережили, и то, что они потом вам рассказывали, это просто страхи. Я не знаю, такое пережить. Просто не разговаривали. Они просто хоронили своих соседей, хоронили своих родных. Прямо возле девятиэтажных домов, возле подъездов. Это страшно. Это страшно. Такое безумие. Бог дает в это время служить Ему. Я благодарен Господу. Я благодарен Господу за тех людей. Я никого не осуждаю. Но я благодарен Господу за тех людей, которые остались. Остались там, на том месте. И служат людям. Служат людям. Слава Богу. Я хотел бы слово сегодня открыть. Оно находится... Вы знаете, мы все... Мы часто слышим слово про блудного сына. Проповеди вы часто слушаете про блудного сына? Я сегодня хочу проповедовать про блудных отцов. Да простят меня богословы. Брат Андрей. Это слово находится в книге Руфь. Первая глава. В те дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человеку того Елимелех. Имя жены его Наиминь. А имя двух сынов его Махлон и Хелион. Они были эфрофяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини. И осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавитянок. Имя одной Орфа, а имя другой Руфь. И жили там около десяти лет. Но потом оба сына ее Махлон и Хелион умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких. Ибо услышала, что на полях Моавицких, что на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Вот такая история, такая трагедия. Такой конец Елимелех с двумя сыновьями и со своей женой. Вводит всю семью на поля Моавицкие. Умирает сам и умирает двое его детей, двое сыновей. Трагедия. Плохой конец. Человек, который имел удел, удел, землю имел. Ушел с этой земли на другую землю. И открываю еще одно место. Это написано книгой Исаия, 30 глава, с первого стиха. Горе непокорным сынам говорит Господь, которые делают совещание, но без меня. И заключают союзу, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст Моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона, укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием. И седьмой стих читаю. Ибо помощь Египта будет тщетно и напрасно, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Когда мы куплены дорогой ценою, и мы уже не свои. Если мы не свои, мы не можем по-своему двинуться. Двинуться по своей воле. Мы не свои, мы принадлежим Господу. И когда мы не по Божьей воле двигаемся, это трагедия. Тогда разбивается все. Тогда человек теряет помазание, теряет Божье присутствие. Когда не Духом Святым водим, а водим собою, своими силами, своими рассуждениями какие-то, своими страхами может быть. Когда видимое, как у этого Емелеха, видимое, голод на земле, видимое, оно сломало его. Потому что видимое, оно недолговечно. Оно временно видимое. Опираться на невидимое. Не полагайся на Господа, говорит, разумом твоим. Но полагайся на Господа всем сердцем твоим. И я еще хочу одну историю зачитать. Она находится четвертая книга царств. Сравнить. Четвертая книга царств, четвертая глава. И тут говорится тоже с первого стиха. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих сосудов порожных. Нам бери нам немало, и пойди запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полный отставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов, и остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божьему, он сказал, пойди продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Двое сыновей. Так же само у этой женщины, как и у Елемелеха. И здесь мы видим двое сыновей. И интересная история. Что мы знаем об ее муже? Она говорит, мой муж, твой раб, который боялся Господа, умер. Мы знаем о нем, что он боялся Господа. Мы знаем о нем, что он был из сынов пророческих. Он слышал голос Божий. Что он оставил после себя? Он оставил долги. Что есть в доме? Ничего нет в доме. Как вам такой Божий человек, который боялся Бога? Оставил долги, пришли взаимодавцы детей забирать. Что ж это за вера такая? Что ж это за Божий человек такой? Но он оставался на своем месте. Какие мысли могли к нему приходить, к этому Божьему человеку? Стать на путь языческий. Что есть, что пить, во что одеваться. Говорит, всего этого ищут язычники. Но ты же ищи Царство Божьего, Иисус говорит. И правда его. Все остальное приложится. Он понимал. Он был Вадим Духом Божьим. Как в израильском народе, когда облако вставало, Бог вел в облаке огненным и в облаке облачным днем. И когда облако подымалось, весь стан подымался и шел за облаком. Когда облако стояло, весь стан стоял. Никто с места не трогался. Когда Бог не велит ему куда-то идти. Были мысли пойти, развязаться по-человечески, отдать долги. Но он понимал, что Бог его не ведет туда. Оставался на своем месте. Был Вадим Божьим Духом. Стоял на облаке. Его не стало, братья и сестры. Но Бог почтил этот дом. Почему? Потому что он оставил очень важное. Он оставил сосуд с елеем. Он оставил помазание в доме. Он оставил Божье присутствие в доме. Он оставил образ жизни христианина в доме. И дети видели отца, преклонявшего колени. Они видели, что отца не сломали обстоятельства и долги. Он остался верным своему Господу. Аллилуйя! Верным своему делу остался. На том месте, где он был, остался верным у делу. И Бог почтил. И дети. Они не умерли. Они подавали сосуды. И наполнялось масло. Эти сосуды наполнялись маслом. Чудо! Они участвовали в этом чуде. В этом присутствии Божьем. В помазании. Когда дети наши переживают помазание. То это помазание разрушает всякое ермо. Так или нет? Когда дети наши переживают Божье присутствие. Оно пленяет сердце. Оно пленяет сердце. Не наши уговоры. Ты должен, ты должен. А когда просто Бог сходит с силою Своею. Там уже все ясно. Там уже дети в огне. Служат Господу. И мне очень приятно, когда молодежь проповедует Евангелие. Служат. В дерзновении говорят слово. Аллилуйя! Слава Богу! Вот таких две истории. И я хочу вернуться туда, в книгу. Книгу Руфь. И интересно. Первая глава. 21 стих. Когда Наиминь вернулась. Весь город пришел в движение. И тут написано так. Она говорит такие слова. Я вышла отсюда с достатком. А возвратил меня Господь с пустыми руками. Вы обращали внимание на это место из Библии? С каким она достатком вышла? Если они пошли. Голод был в земле. Она пошла на поля Моавицки. Откуда у тебя достаток? Она называет это достаток. Семья вся была вместе. Со своей семьей. Вот он достаток. Все вместе с детьми. С мужем. А возвратил меня с пустыми руками. Но Бог через это явил славу. И мы знаем. Она пошла и встретила Ваоза. А Ваоз? Кто такой Ваоз? Он остался верный в своем уделе. Когда был голод в земле. Когда был голод в Вифлееме. Он остался там верный. И Ваоз дает семя Руфи. Аллилуйя. И мы потом читаем. Этот Ваоз, который остался верным в уделе. Которого не сломали обстоятельства. Когда все говорило. Все. Надо выезжать отсюда. Он оставался верным. Вы знаете. Я так скажу. Написано, что от одного. От одной крови Он произвел весь род человеческий. Определил времена и пределы их обитания. Бог. Он определил каждому из нас время. Это время, в котором живем. Это самое лучшее время. Потому что Его Бог определил для нас. В этом времени жить. Какое бы оно трудное ни было. И Он определил каждому из нас пределы их обитания. Обитанию. Ваш предел обитания в Америке. Мой предел обитания в Запорожье. Предел обитания в Украине. Он предопределил так. И не ведет меня Бог куда-то в другое место. И написано в книге Матфея. Мы читаем за этого Ваоза. Он попадает в родословную Иисуса Христа. Этот Божий человек, который остался верным. И мы читаем пятый стих. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Есея. Есей родил Давида царя. Давид царь родил Салмона. И так далее. Пошла ветка Иисуса Христа. Иисус из колена Давидова. Аллилуйя. И что произошло? Вот оно начало, где кто-то остался верным. И дал семя, духовное семя Руфи. Когда мы остаемся верными в уделе, Бог дает нам духовное семя. Что-то духовное рождается в нашей жизни. Большое, духовное, благословенное, которое идет через поколения. Потом поколения, но идут. Аллилуйя. И вы знаете, и вот приехал почему сюда. Нам надо сейчас, уже брат сказал, мы собираем на... Нам надо автобусы купить. Потому что Каховская ГЭС взорвалась. Взорвали ее, не взорвалась, а взорвали. У нас вообще Днепр на одной стороне помелел. Там, где запорожские казаки были, остров Хортица. Там все... Ну, вид просто речушка стала. Не Днепр, а речушка. И мы не знаем, что будет дальше. У нас... Да, это такое время, скажем, мне звонят областные начальники. У нас собираются каждую неделю мэр города, областной начальник. Собираются за круглым столом и читают Библию. Каждый там по несколько стишков и разбирают. Это чудо. Это чудо. Двери к Евангелию открыты. И мне звонят, говорят, мы знаем, что вы эвакуируете людей, забираете на дома милосердия. Мы можем на вас рассчитывать, чтобы, если взорвется атомная станция Запорожская, чтобы вы могли эвакуировать людей, перевозить. Вы знаете, я не знаю, взорвется она или нет. Но мы должны быть ко всему готовы. Правда или нет? Вы смотрели такой фильм, называется «Список Шиндлера?» Как он евреев выкупал. И говорит, вот за этот значок еще пять душ я мог бы спасти. Как сегодня драгоценна душа человеческая. Поэтому у меня все есть, братья и сестры. У меня есть квартира, машина, хлеб и до хлеба. Мне ничего не надо. Я не себе собираю. И я знаю, что Бог способен с кем-то поговорить. Я знаю, что Он способен, не просто способен, Он с кем-то поговорит, потому что это не моя нужда личная. И написано так, что мы говорим за водительство Божие. И написано, что «Познавайте, что есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная». Что такое благая воля? Когда мы покаялись, мы в благой воле. Бог нам отвечает, Бог дает нам ответы. Мы как дети в этой благой воле, в первой любви, во всем видим Божьи ответы, получаем от Господа. Но когда мы растем, есть воля угодная. Что такое угодная воля? Когда мы уже расточаем себя, когда мы отдаем себя, угождая Господу. Как Библия говорит, Иисус сказал такие слова, «Кто душу свою сохранит, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня, и Евангелие сбережет ее». Когда мы теряем свою жизнь, рискуя свою душу, рискуя, оставляя зону комфорта, и где-то в трудные места едем, где тяжело, где боль, где нужда, тогда мы ради Него это делаем, и ради Евангелия. Мы ее сбережем, нашу душу, жизнь вечную. Аллилуйя. Расточая, угождая Богу, не получая уже что-то от Него, а отдавая себя. Как написано, «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Там все сгорает, надмение, тщеславие, гордость. Когда куда-то едешь и служишь, в трудных местах, все горит там внутри, как в печи. Бог производит работу, и мы угождаем Ему. И третья воля, совершенная. Вы помните, как апостол Павел, он говорит, «Я по влечению Духа иду в Иерусалим. Знаю, что узы и скорби ждут меня, но не дорожу своей жизнью, лишь бы исполнить мне поприще и служение, которое я принял от Господа». Аллилуйя. «По влечению Духа иду в Иерусалим». Дух влечет. Знаю, что узы и скорби меня Бог туда ведет. «Я уже себе не принадлежу». Как, помните, с потока Языкиль говорит, что «Вначале я стоял по щиколотку, меня муж привел, отмерил тысяча локтей, потом еще тысяча по пояс, потом еще тысяча локтей, по колено, по пояс, а потом, говорит, поток понес, и я уже не мог». Вы знаете, этот муж Иисус, который эти тысяча локтей нам отмеряет в жизни. И когда уже поток несет, говорит, «Когда ты был молод, ты ходил, куда сам хотел, а когда состаришься, другой припояжет и поведет, куда не хочешь, вот она совершенная воля». Когда поток несет, Божий поток, ты просто послушен Богу, ты идешь там, где Бог хочет тебя видеть. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому, дорогие, ну, ожидать, я ожидаю от Господа. Я знаю, что ожидаю этот шум стутовых, когда пойдет он по отутовым деревьям, этот шум с неба, и без него не хочется никуда двигаться, не просто не хочется, опасно куда-то двигаться. Люди, те, которые двинулись, я встречаюсь с людьми, которые двинулись по своей воле. Потом разговариваешь, они, «Брат, уже нечего дать у меня, уже не имею, что дать, ни веры нету, ни помазания, уже стыдно, потому что пошел за своим, как тот или Мелех. Не будем сегодня мы блудными отцами, а будем вести свои семьи туда, куда хочет видеть нас Бог, правда же? И как Иисус сказал, ищите Царство Божие и правды Его, все остальное приложится. Я верю, когда мы так и живем, то Бог Он приложит, у Него все есть, серебро и золото, все у Него. Он может поговорить, как Он поговорил однажды с царем Артоксерсом, вы помните? За Мардахея. Там тоже была история, когда уже Мардахею виселица готова была. и Мардахей спас жизнь этому царю Артоксерсу, вы помните? Спас жизнь, когда евнухи заговор сделали, хотели наложить руки на царя Артоксерса, то Мардахей донес через Есфирь, исследовали дело, и найдено было оно верным, и он спас жизнь этому царю. Но когда Мардахею и всему народу угрожало это угрожало истребление, Мардахей вводим Божьим Духом, Божий человек, можно было бы сказать, слушай, ну пойди напомни царю, он же тебе, ты же ему жизнь спас, можно было дернуться, пойти как-то сказать, царь, ты же вспомнишь мое доброе дело, тебя же евнухи хотели убить, но он оставался на своем месте, он знал того, кто больше царя Артаксерца, он знал того, кто может с царем Артаксерцем поговорить, и он поговорил, и забрал сон у этого царя Артаксерца, и Бог положил милость, аллилуйя, милость, которая превозносится над судом, милость, которая лучше, нежели жизнь, положил милость, я сегодня хочу призвать всех нас помолиться за Украину, братья и сестры, помолиться, что Бог положил милость, остановил это безумие, чтобы мы возвысили свой голос, и попросили Господа в смирении наших сердец, что Бог как к тому монасе, который делал неугодное, а потом смирился, написано, и глубоко смирился монасе, и Бог преклонился к Его молитве, так нам надо сегодня, чтобы Бог к нашей молитве преклонился, чтобы Бог преклонился к Украине, чтобы Он остановил это, чтобы это ложь, знаете, ложь, она всегда проиграет, она проиграет ложь, правда восторжествует, и та ложь, которая посеяна, столько лет сеялась, зомбировалась, чтоб она была разрушена, дела дьявола были разрушены, во имя Иисуса Христа, давайте преклонимся.